Здравствуйте! В эфире телеканал АРС Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Специализированный автомобиль для выявления должников приезжал в Кумертаус с совершенно определенной целью. С его помощью судебные приставы и налоговая инспекция при поддержке ГИБДД прямо на дороге арестовывали транспорт, собирали долги, выдавали предписания. Репортаж о рейде с применением новых для Кумертау технологий. В таком формате судебные приставы провели рейд по должникам впервые. Последним практически некуда было скрыться. За ними следили из специализированного автомобиля. Обычный УАЗик оборудован камерой, которая считывает номера проезжающих машин и сверяет их с базой приставов. Данные о должнике по рации передаются на пост, где дежурят сотрудники ГИБДД, приставы и представители налоговой инспекции. Как правило, у таких должников есть еще и задолженность, кроме той, которая находится на исполнении у приставов. Чтобы уже в полном объеме погасить задолженность, мы приглашаем должников к нам в инспекцию. Специализированный автомобиль один и фиксирует госномера только тех машин, которые движутся в одном направлении. Встречную, неучтенную полосу, дорожные полицейские контролировали самостоятельно, опираясь на опыт и чутье правоохранителя. Однако острый глаз сотрудника ГИБДД все же наметан на нарушение иного характера, а потому в части выявления долгов иногда давал осечку. Тем не менее, в ходе рейда удалось побеседовать с более чем 30 должниками. Кто-то отдавал деньги на месте, кому-то предписывали явиться в службу приставов. Были и такие, на чье имущество наложили арест прямо на дороге. Сейчас мы будем накладывать арест на ГИБДД, пионер, которая не будет превышать 30 тысяч. Проведем потом ответственность со статьей 87.1, 87.2. Должник имеет право в 10-дневный срок провести самостоятельную реализацию умышества, которое не превышает 30 тысяч. Количество наложенных арестов 6. Это два автомобиля, три сотовых телефона, сумма изъятых денежных средств у должников 70 604 рубля 81 копейка. Составили два протокола административных по алиментам. Арестованное за время рейда имущество приставы оценили в 66 тысяч рублей. Этим рейдом правоохранители понятное дело не ограничатся. Подобные мероприятия продолжатся, поскольку практика показывает их высокую эффективность, отмечают в ведомстве. Добровольно к нам, к сожалению, редко кто приходит, поэтому приходится проводить такие мероприятия, целью которых является выявление, привлечение, взыскание на месте, вручение требований, в общем, исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе. Один из самых простых способов избежать встречи с приставами прежний – не делать долгов вовсе или оплачивать их своевременно. Если же этого сделать не удалось, нужно быть готовым к описи имущества. Блокировки банковских карт, невозможности выехать за границу и иным малоприятным мерам воздействия – каковых в распоряжении приставов предостаточно. Куергазинская земля воспитала не одно поколение уважаемых авторитетных докторов и трудовых династий медиков. Примерно такими словами на прошедшем празднике медицинских работников приветствовал собравшихся глава администрации района. Что произошло после, выясняла Гульнас Филатова. По традиции, ежегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. Прошедшие выходные свой праздник отметили представители этой самой жизненно важной профессии – врачи России. В Куергазинском районном центре культуры было организовано торжественное мероприятие в их честь. Поздравила присутствующих исполняющие обязанности главы района администрации в социальной кадровой политике Лира Терегулова. Профессия врача – самая гуманная в мире. Врач приходит на помощь в самые тяжелые минуты нашей жизни. Труд врача требует высокого профессионализма, душевной теплоты, умения сострадать и сопереживать. Самые передавные медицинские оборудования и новейшие технологии не принесут пользу без участия медиков, потому что наиболее важной медицине, как и в любой другой профессии, это, конечно же, люди, наделенные знанием и чувством глубокой ответственности. 30 врачей и 111 средних медработников обслуживают население района. Шесть докторов имеют высшую категорию. В больнице также работают узкие специалисты. На мероприятии лучшие медработники были отмечены почетными грамотами главы администрации, благодарственными письмами и памятными подарками. А также для них прозвучали песни в исполнении артистов РДК. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Поздравил участников праздника и рассказал о достижениях последних лет главный врач Кумиртавской центральной больницы Олег Астахов. Кроме того, он принял участие в церемонии награждения лучших медработников, а также поделился статистическими данными о проверке здоровья населения в районе выездными врачебными десантами и пополнении материально-технической базы медучреждений. Сегодня наша больница – это мощное, многопрофильное медицинское учреждение на юге республики, в состав которой входит Малайская больница. Мы являемся медицинским центром для пяти районов и двух городов, где проживает более 240 тысяч жителей. Именно у нас в последние годы с хорошим результатом работают медицинские центры. Это перинатальный центр, онкологический, драматологический, международный центр здоровья и первично-сосудистая отделение. Все достижения нашей медицины не были бы возможны без наших ветеранов, тех людей, кто зарождал нашу больницу в тяжелые годы становления Куржесинского района. Теплые слова благодарности и поздравления с Днем медицинского работника хочется адресовать уважаемым медицинским работникам и ветеранам. В продолжение мероприятия присутствующих поздравили творческие вокальные и танцевальные коллективы района, подарив массу положительных эмоций гостям праздника. Доярки Куржесинского района сошлись в серьезном соревновании профессионального мастерства. Отвечали на вопросы в теоретической части, а на практике готовили и использовали доильные аппараты. Параллельно мерились мастерством и техникой по искусственному осеменению коров. Подробнее расскажет Гульнас Филатова. В 21-й раз в районе проводится традиционный конкурс мастеров машинного доения коров и техников по искусственному осеменению сельхозхозяйственных животных. В этом году он был организован на базе летнего лагеря Старому Рапталовской молочно-товарной фермы имени Кирова. Поэтому вот сегодня собрались на прекрасной Кировской земле. И думаю, мы сегодня полнотворно поработаем, выявим лучших из лучших. Судейские бригады у нас всегда объективно оценивают работу. И в этот раз, и сегодня, думаю, будет все нормально. Поприветствовал конкурсантов глава администрации района. Также он представил членов жюри на соревновании и пожелал участникам успешного прохождения регионального этапа. Действительно, ваша работа, она очень тяжелая, но ответственная. Вы сегодня производите продукции молока, мяса. Одва зависит судьба каждого хозяйства. Есть у хозяйства плюсы, есть минусы. Но без минусов мы не можем работать, потому что как бы тяжело ни было, сегодня, говорим, мировой кризис, не только она касается нашего района и республики, касается в целом по стране такая ситуация. Но сегодня мы духом не должны падать. Сегодня ваш настрой должен именно победить и стать лучшим в районе, чтобы потом участвовать на республиканском соревновании. Конкурс проходил два этапа. На первом теоретическом соревнующиеся проходили профессиональную письменную экзаменацию, выполняли тестовые задания. Далее, во второй части состязания, доярки должны были разобрать и собрать доильный аппарат. Приготовить его к работе оценивалась полнота выдаивания и чистота молока. Кузырь, микроскоп, прежде чем найти семя, опускаешь до самого низа вниз. Я вот не знаю, как будет. Вот, вот вниз только опускаешь. Вниз, нет, 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 ты наверх поднимаешь. Вниз, вот. Только на стекло, чтобы не лопнуло. Ага. Вот так. Теперь смотришь и потихоньку поднимаешь. Техники по искусственному осеменению коров подготавливали животных и инструменты к последующему процессу. Впервые в состязание приняли участие два фермерских хозяйства. Они показали отличные результаты и по набранным баллам оказались в первой десятке. По итогам первое место в конкурсе машинного доения коров завоевала участница сельхозкооператива имени Кирова. Второе и третье достались операторам из НПО «Мелиус» и СПК «Искра». В соревновании техников по искусственному осеменению лучшими стали специалисты СПК Кирова. Победители получили денежные премии и памятные подарки. Это была последняя информация выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова